Ну и конечно же в интересах и Украины поддерживать партнерские отношения с Евросоюзом. И хотя бы, что называется, не нарываться на жесткую реакцию европейских стран в тех вопросах, которые для них чувствительны. Например, скандал с недавно одобренным Верховной Радость законом об образовании вышел уже на уровень всей Восточной Европы. Своё возмущение положениями этого документа выразили и болгарские дипломаты. Венгерские обещают блокировать любые инициативы Украины на международном уровне, пока Киев не пойдет на уступки. Подобные позиции у Польши, Румынии, Молдовы и России. Источник проблемы норма о том, что с 1 сентября 2018 года возможность обучения на родном языке останется только в начальной школе. Дальше обучение на государственном языке. По замыслу депутатов, эта норма должна действовать и в тех регионах нашей страны, где проживают крупные, скажем так, иноязычные общины. Украинские власти поначалу старались игнорировать скандал. Мол, дали поручение дипломатам объяснить европейцам, почему новый украинский закон был принят именно в таком виде. Но чем больше стран протестовали, тем о больших уступках приходилось заявлять. Сегодня министр образования Лилия Гриневич заявила о готовности направить спорную норму закона об образовании на экспертизу Совета Европы. Ну а парламентская позиция в Украине призывает президента попросту наложить вето на этот закон. Дальше обучение Украинские власти учились на родном языке. И парламент, большинство парламентское, не имеет права лишать людей такой возможности. Это нарушение конституционных прав. Мы считаем, что этот закон должен быть существенно откорректирован. В нынешнем виде он не может быть подписан. Поэтому мы, оппозиционный блок, сделали соответствующее заявление и потребовали от президента вето, применить вето на этот закон. Закон должен быть изменен. Наши европейские партнеры должны увидеть, что мы не только на словах, но и на деле идем в Европу. И действительно принимаем законодательство, которое соответствует европейским стандартам. А там четко в каждой стране защищаются права людей, которые хотят говорить на языке другом, чем государственный. И обучать своих детей на языке другом, чем государственный. Продолжение следует...